В школах края началась третья, самая длинная учебная четверть. Остались позади зимние каникулы, во время которых для ребят была организована насыщенная, интересная программа. Ну а вот теперь встал вопрос, как выйти из состояния праздников, если взрослые еще могут взять себя в руки. То детям нередко это дается гораздо сложнее. Поэтому у нас сегодня в студии в гостях психолог Гуар Круян. Гуар, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, как действительно нам прийти в себя и как, прежде всего, детям прийти в себя? Что делать, если не хочу и все, если идет от ребенка протест? На самом деле это нормальное состояние. И в действительности ученые говорят о том, что каникулы должны длиться 21 день, то есть 3 недели. Первая неделя это подготовка, а вторая неделя это как раз собирает ресурс, да, как раз. А третья неделя это, ну, такое, что подготовка уже к учебной деятельности, к работе. И в этой связи у нас, как получается, 14 дней и разрушается вот это, да, последовательно. И, соответственно, детям тяжело идти, ну, как-то учиться. А взрослым-то тяжело, что говорить детям, конечно. И часто здесь наблюдается такая картина, как, ну, например, и взрослые, и дети могут заболеть. Грипп, простуда там, да, это все в норме. Ну, после опыта, когда человек так хочет остаться дома, отдохнуть, и даже это лучше, чем на работу. Да, ну, и еще организм здесь себя защищает, то есть не сразу на работу включается, да, на работу, а постепенно. Когда я болею, я даже не могу сразу все делать, мне приходится от чего-то отказаться. И таким образом у нас организм защищается. Мне в этой связи, извините, перебила, вспоминается анекдот, когда женщина летит с какой-то очень сложной лыжной трассы, ломает лыжи, ноги, выезжает из этого сугроба и говорит, все равно лучше, чем на работе. Так вот, скажите, а что с этим делать? Хорошо, происходит ломка, мы не догуляли неделю, а делать-то что? Ну, если говорить о взрослых, понятно, здесь, конечно, желательно еще говорят о том, что нужно, чтобы не с понедельника началась все, ну, рабочая неделя, да, а, например, в середине недели. То есть два дня походили, еще раз выходной, и так постепенно вхождение на работу и на учебу. Ну, вот оно началось на прошлой неделе, денечек, да? Но, тем не менее, в понедельник дети закричали, не пойду, не хочу, в школу, в садик, в институт. Какие установки у нас? Что это самое длинное, да, получается, учебное четверть, да, длинное учебное четверть, поэтому и здесь уже установка, о, как мне еще много учиться, сразу же плохо становится. В этом случае, конечно, желательно, чтобы первая и вторая неделя, да, учителя, ну, разгрузку делали. Ну, например, мы знаем, что у детей 20 минут произвольного внимания, после чего делать маленькое физическое упражнение и снова продолжение. Ну, в этом, ну, игровой вариант включить. В таких ситуациях дети более не менее будут, ну, как-то адаптироваться к условиям. Многие дети сейчас загружены не только школьной работой, но и вне классной работы. Нужно ли сразу их погружать в бассейны, в прочие кружки, там, не знаю, секции по английскому, либо это тоже какой-то должен быть постепенный выход? В этом случае желательно, чтобы это физическая нагрузка была. Вот, например, бассейн, спорт, это хороший вариант, да, потому что получается, ну, и физическая нагрузка, и получается умственная нагрузка. Это чередование, это помогает, да, но когда, например, и школа, и английский дополнительный, и русский язык, это, конечно, намного тяжелее, это не рекомендует такое делать. А вот есть ли у вас сейчас очень модное слово лайфхаки, я все-таки бы назвала по-русски советы. Есть ли какие-то советы, как, к примеру, поднять ребенка утром, если он не хочет вставать, он плачет, маленький плачет, постарше, загоняет это внутрь себя, но тем не менее. Что можно посоветовать, как можно, какая должна быть мотивация для того, чтобы человек проснулся и улыбнулся? Ну, во-первых, это, чтобы они рано, ну, например, ложились спать, в первую очередь, да, 8 часов, это обязательно. 8 часов? Да, 8 часов сна, это обязательно. 8 часов сна, это обязательно. Если это меньше, понятное дело, что ребенок вряд ли захочет проснуться рано, да. Второе, есть такой момент, что, например, если в некоторых школах даже принято в субботу учиться, ну, можно, например, в первую неделю учебную, да, учебную неделю, вот в субботу не идти в школу, ничего от этого страшного не произойдет, да. Но пока не мере здесь ребенок радуется, что родители поддержали, что он устал. Вот как часто можно такое проводить? Это именно вот если после длительных каникул, да, что вот первую неделю мы походили, 5 дней, уже тяжело, субботу прям очень устал ребенок, никак не хочет, истерить. Ну, ладно, это для тебя. А дальше уже ты для нас делаешь, да, такой подход. Ну, как-то бодрить, что мы тебя понимаем, да, тебе тяжело, сейчас тебя поддерживаем, чтобы ты потом учился хорошо. Куар, скажите, вот сейчас буквально несколько дней, и, скорее всего, в городе и в других городах края отключат праздничную иллюминацию, будет сера, мы уезжаем еще темно, возвращаемся снова темно, и вот эта постоянная темнота, она, безусловно, многих угнетает, и возникает постоянное состояние депрессии. Что делать, чтобы раскрасить свою жизнь? Скорее всего, здесь больше, ну, запланировать, чем я буду заниматься, какие у меня хобби есть, да, что я там на потом оставила, что я могу сейчас реализовать, да, из того, что мне нравится. Не то, что я обязана делать, учиться, работать, да, что-то то, что мне хочется, не знаю, рисовать захотелось, там, не знаю, опять же, какой-то вид спорта, да, давно хотела, но не разрешала. Это более-менее там поможет, да, что какая-то замена произойдет. Вот говорят все время, нужно учиться радоваться малому и каждый день искать что-то хорошее, а вот как это сделать? Одно слово дело сказать, другое взять и найти это хорошее. Есть ли у вас какие-то советы, как каждый день находить для себя какие-то маленькие радости? Ну, в любом случае, не бывает, что каждый день одно и то же, все равно что-то меняется. И делать акцент на то, что, а насколько я повзрослела сегодня? Ну, то, какая я была вчера или, там, не знаю, месяц назад, да, а что я приобрела сегодня, да, уже сейчас? Какие у меня навыки, знания, да, добавились? Ну, поднимается значимость ребенка. Спасибо вам огромное за время и за приятную беседу. Это была программа «Наше время». Мы сегодня говорили с психологом Гуарг Раян и говорили о том, как сделать свою жизнь разнообразнее и насыщеннее и радоваться ей.